Начнем выпуск с самой острой темы последних двух дней. Движение по автотрассе Лабытнанги-Авская по-прежнему затруднено. Напомню, что вчера временный мост на шестом километре этой дороги размыло талыми водами. Движение автомобилей было невозможным. Пешеходам перебраться с одной стороны на другую помогали спасатели. Основные ремонтные работы были запланированы на ночное время. Удалось ли стабилизировать ситуацию, расскажет Ксения Богданова. Ранее автомобильное движение на шестом километре от дороги Лабытнанги-Харп осуществлялось по мосту. Но в прошлом году он пришел в аварийное состояние. В связи с этим было решено разобрать мост и построить новый. На период строительных работ движение автомобилей осуществлялось через временный объезд. Вчера утром водопропускная труба на временном участке дороги не выдержала силы паводка. Размыв участок автотрассы Лабытнанги-Харп стал первым случаем на дорогах гружного значения с начала паводкового сезона 2012 года. Движение автомобилей было затруднено. Многометровая пробка образовалась по обе стороны моста. Сотрудники ДПС по очереди пропускали легковые автомобили, грузовики оставались на обочинах. Среди них были и машины, везущие чистую воду из поселка Харп. В связи с тем, что пока альтернативы этому объезду не существует, с 14 часов движение по этому участку дороги временно прекратилось. До позднего вечера было разрешено лишь пешеходное сообщение. Было вскрытие дорожного полотна, укладка водопроводственных труб большего диаметра. На данный момент проблема устранена. Очаг аварийности, можно сказать, локализован. И проблем с передвижением в ту и другую сторону нет. Уже сегодня утром движение автомобилей было разрешено. На этом участке трассы оно реверсивное. В один промежуток времени поток машин идет в одном направлении, в другой промежуток в обратном. Ремонтные работы будут продолжаться сегодня ночью. Ксения Богданова, Максим Мячин, программа «Время местное».